Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Поворот не туда. Затерявших в лесах западной Вирджинии в результате рокового стечения обстоятельств группа молодых людей пытается добраться до ближайшего телефона. Но вместо телефона им суждено найти дом в горах, увешанный страшным оружием и отвратительными трофеями. Кто или что живет в этом доме? Молодые люди начинают понимать, что все их злоключения – способ загнать дичь в ловушку. Где они – это дичь, а зловещие охотники – обитатели дома. Техасская резина бензопилой 2003 года. В штате Техас на ферме обычного работника скотобойни Томаса Хьюита полиция обнаружила 33 изувеченных человеческих тела. Ужасающее открытие шифтировало людей. И было названо самым жутким массовым убийством за все время. Газеты писали «Дом террора национального масштаба. Бойня в Техасе». Пресса окрестила убийцу, как человек с лицом из кожи. Местные власти застрелили человека, носившего на лице кожаную маску. Дело было закрыто. Но последующие годы множество убийств показало, что полиция нашла не того преступника. Маньяк. Улицы Лос-Анджелеса кажутся тихими и безопасными, но это не так. Серийный убийца, снимающий скалипс со своих жертв, вновь выходит на охоту. Днем Фрэнк – тихий владелец мастерской по реставрации манекенов, а ночью – безжалостный маньяк, убивающий исключительно женщин. Но его размеренная жизнь тихоней маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фотохудожница Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дальше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор – еще один скальп в качестве трофея или реальная любовь. Пятница, 13. 2009 года. Молодые друзья Уитни, Майк, Ричи, Аманда и Уэйт заблудились в лесах около заброшенного лагеря Хрустальное озеро. Когда их любопытство взяло верх, они решили посетить то место, где когда-то обитал убийца-психопат. Тем временем Трэнд приглашает друзей в его хижину, расположенную у озера на уикенд, полный секса, выпивки и наркотиков. Однако их забавный уикенд, по-видимому, скоро перерастет в кошмар, после того, как одинокий путешественник Клей начинает поиски своей пропавшей сестры Уитни, и молодые тинейджеры вскоре оказываются лицом к лицу со злом, заново рожденным, невообразимым и усовершенствованным. Его имя – Джейсон Вурхис. Коллекционер 2009 года. Бывший домушник Аркин забирается в загородный коттедж своего начальника, с тем, чтобы, ограбив его, выплатить долг своей бывшей жене. Однако попав внутрь, он вскоре понимает, что дом и его обитатели уже захвачены крайне неприятным типом в плюшевой маске и при полном наборе пыточных инструментов времен испанской инквизиции, после чего предпринимает отчаянную попытку спасти семью, которую он изначально собирался обчистить. Ухомов есть глаза. 2006 года. Путешествуя по Америке в доме на колесах, семейство Картеров попало в аварию, оказывается в таинственной ядерной зоне, отрезанной от цивилизации. Однако со временем Картеры обнаруживают, что на этой вроде бы пустынной территории обитает гравожадная семейка мутантов, которые начинают вести охоту на них. Без компромиссов. Семь или восемь, не в граммах, а в полицейских. Именно этим вопросом задается лондонский маньяк, решивший прославиться. Выбрав себе для первых полос таблоидов звучный псевдоним Блиц и вооружившись молотком, Барри Вайс выходит на улицы. Укрытие Колумбиана Кат была всего девять, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат – профессиональный убийца. Во что бы то ни стало, она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за смерть родителей. Все следы ведут к колумбийскому наркоборону Дону Луся. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу с миром обычных людей – это ее возлюбленный, который не догадывается, чем на самом деле занимается его подружка. Попретная зона 2012 года Шестеро молодых туристов-экстремалов прибыли на каникулы в Украину. Узнав о том, что в зону отчуждения устраиваются экскурсии, они нанимают гида и отправляются за незабываемыми впечатлениями. И таковые не заставляют их долго ждать. Казалось, радиоактивный город пуст и заброшен. Там не осталось ничего живого. Но как только солнце прячется за горизонт, Припять оживает. Нечеловеческие крики сотрясают ночной воздух. Незадачливых путешественников охватывает ужас и паника. Они понимают, что не одни в этом мертвом городе. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!